Один вопрос, похоже, доминирует в данный момент. Что делать с десятками израильских заложников, которые были похищены палестинско-исламистской группировкой Хамас? Как вы думаете, как правительство будет решать эту проблему? Должен сказать, что я не уверен, что знаю ответ. И если бы даже я это знал, я не хотел бы сейчас публично делиться с этим с кем-либо, включая вас, потому что речь идет о жизни и смерти этих людей. Если Хамас был способен насиловать матерей, а затем убивать их, убивать их детей в их домах, то они без малейших колебаний совершат самые жесткие действия в отношении израильтян, которых они сейчас держат в заложниках в секторе Газа. Так что мы, конечно, будем действовать. Сомневаюсь, что с ними можно вести какие-либо переговоры, потому что на самом деле они этого не хотят. Они ведь хотят освободить всех палестинских заключенных, которые содержатся в Израиле, а израильтян, попавших к ним в заложники, попытаются использовать для торговли. Какой будет наша реакция? Как мы будем справляться с этим? Какие еще меры мы планируем? Какие сюрпризы готовим? Думаю, это не то, что следует обсуждать публично. Если бы вы были у власти, вы бы пошли на сделку с Хамасом? Ведь сделки уже заключались, обмен пленными в прошлом имел место. В 2011 году в обмен на возвращение домой солдата Гелада Шалита были освобождены более тысячи заключенных палестинцев. Нет, мой ответ нет. Это был мой ответ, когда я был премьер-министром. В то время, когда я был премьер-министром, в обмен на Гелада Шалита мне было предложено гораздо, скажем так, лучшая сделка, и я от нее отказался. Я считал, что заключать ее не стоит, что она того не стоит. И, кстати, надо помнить, я не уверен, что вы в курсе, все руководство Хамас сегодня, все руководство Хамас, которое несет ответственность за то, что они совершили против нас в субботу, состоит из бывших заключенных, которые были тогда освобождены в рамках сделки по Геладу Шалиту. Когда эта сделка была заключена, состоялся просто обмен более тысячи экстремистов на одного солдата. Я считаю, что в долгосрочной перспективе результаты этой сделки были по-настоящему разрушительны для Израиля. И мы должны быть крайне осторожны в отношении такого рода форматов, в которых заключаются подобные сделки. Но это не означает, что способов освободить удерживаемых ими израильтян не существует. Но, опять же, как я уже сказал, это должно решаться крайне осторожно и не публично. Господин Ольмерт, было много разговоров о системных провалах в работе израильской разведки, которые привели к этому нападению. Но вы обвиняете в этом правительство. Вы назвали это результатом высокомерия нынешнего правительства. Самонадеянности в отношении чего? Если позволите, я скажу вам две вещи. Первое. Думаю, что это было бы ошибкой. Я, кстати, не возражаю против того, что они делают. Была бы ошибкой считать, что израильская разведка провалилась полностью. Вовсе нет. Мы все видели. Мы наблюдали за всеми приготовлениями. Это совпало один в один со всем тем, что мы фиксировали, замечали и анализировали в течение длительного периода времени. Проблема же заключалась в том, что мы сами себя вели в заблуждение, что они этого не сделают. Произошло это из-за того, что вы процитировали, из-за высокомерия. Кто они такие? Хамас, эти террористические организации. Они нас не особо тревожат. Они на такие действия не способны. Они не пойдут на это. Мы ведь сильны. Мы ведем себя в достаточной степени устрашающе. Мы могущественные. Мы можем остановить их всех и так далее и тому подобное. В самом деле, за несколько дней до праздника, который был в субботу, а был еще один праздник, так совпало, в тот день мы вывели несколько взводов солдат с позиции на этой границе сектора газа для защиты наших поселенцев на западном берегу реки Иордан. Это было отражением того безразличия, самодовольства и высокомерия, которые, как мне кажется, характеризуют действия нынешнего израильского руководства в этой связи. Именно поэтому я возлагаю вину на израильское руководство. В центре внимания был западный берег реки Иордан. В центре внимания стояло обеспечение защиты поселенцев, мессианских евреев, которые пытаются нарушить баланс на западном берегу, вместо того, чтобы защищать израильских граждан, которые живут в государстве Израиль на территории, которая не оспаривается и на которую не могут претендовать палестинцы, поскольку из сектора газа израильтяне были полностью эвакуированы на территорию, которая признана международным сообществом как часть государства Израиль. Дело еще и в том, что в течение определенного времени, в течение многих лет, Нетаньяху явно предпочитал иметь дело с Хамасом, чтобы не иметь дело с палестинской национальной администрацией. Почему? Потому что он не хотел вести мирные переговоры с палестинской национальной автономией и потому приложил все усилия для того, чтобы сформировать некое взаимопонимание с Хамасом. Мы знаем, что Хамас в течение многих лет финансировался сведомо Израиля сотнями миллионов долларов, которые поступали из Катара при содействии государства Израиль при полной осведомленности об этом и поддержке со стороны израильского правительства во главе с Бениамидом Нетаньяху. Нетаньяху, придя к власти в 2009-м, заявил, что главной его обязанностью и приоритетом является уничтожение Хамаса. Но на протяжении всего периода, пока он был премьер-министром, он прилагал все возможные усилия для того, чтобы этого не делать. В какой-то степени расширение и укрепление Хамаса — это тоже результат политики Нетаньяху.